всем привет четверг 19 сентября у меня начинается на мкаде недалеко от каширского шоссе такой торговый центр brand city и около него лилейный макдональдс где я люблю покупать кофе вообще как как ни странно я пил разные кофе в москве до в разных кафешках самый классный кофе это почему то в макдональдс и это такой факт который даже в учебниках по рекламе пишут когда анализирует там кофемания там другие какие-то известные мировые бренды но starbucks например да то пишут что самый дорогой кофе в starbucks а самый вкусный все равно остается в макдональдс я не знаю какой они в него наркоту кладут но он действительно вкусный я уже еду на свадьбу сегодня у нас будет свадьба в парке отеля орловский недалеко от мкада а утром я началось вот так сейчас я вам покажу папу папу рому который хочет втихаря пробраться из спальни в ванную и думает что ребенок его не заметят часы твои сейчас найдем и вот мы въезжаем в парк отеля орловский главная такая достопримечательность хорошо видны на дороге это двуглавый орел и начинается территория здесь живут олени через 200 метров поверните направо а затем поверните налево я приехал в парк отель орловский и сейчас попробую въехать у нас очень смешной сегодня пароль братва в курсе меня ждут давайте попробуем как это действует не знаю получится я думаю что получится но смешной пароль придумали здравствуйте у нас этот братва в курсе меня ждут пароль на свадьбу мне главному зданию сначала разгрузиться спасибо получилось так все готово к свадьбе мы находимся в екатерининском зале парк отеля орловский очень красивый зал вот так выглядит это местные жители здесь помаши ручкой макс очень красивый зал скоро начинаем но сначала у нас предстоит вы и знает церемония барак и сочетания куда мы отправляемся а мы уже на площадке на пирсе около шатра в парке отеля орловский здесь все готово прекрасные декорации соорудили будет очень круто и стильно посмотрите какая красота меня зовут роман и мне выпала честь провести с вами этот вечер я уверен что в этом импровизированном зале на нашей такой импровизированной сцене нет случайных людей каждый из вас здесь потому что особенно дорог нашим главным героем и именно вас они захотели видеть в такой важный для них день наташа и женя это те счастливчики которые за свою жизнь объехали почти полмира им осталось самое малое покорить весь мир и конечно же создать свой собственный прекрасный мир наполненный теплом заботы и конечно же любовью очень круто провел церемонию только что не знаю сняли ли на какие-нибудь телефоны профессиональные видео точно есть и будет попробую нарыть у кати она вроде с телефоном там бегала если она начинает ругаться он что начинает делать смеяться соглашаться но правильный ответ петь возьмите петь петь нет не пить петь возьмите как лайфхак дорогие друзья под ваши аплодисменты встречаем евгений красавец то есть тема жениха раскрыто когда мы последний раз обсуждали сценарий у нас были разные версии вот кто подписан на instagram жениха видели да как он на машине аккуратный водитель да вот у нас была версия что он под рамштайн из шатра полетает и вот сюда паркуется он согласился но невеста забарковала поэтому вот что имеем то имеем да что она хочет первый раз об этом он слышал это какие-то подробности всплывают это знаете как на свадьбах если вам есть что сказать скажите это прямо сейчас или но он нормально не испугался это хорошо то есть можем продолжать они будут писать книги как о единственном в мире человеке который любит вставлять одеяло в пододеяльник и делает она это быстро и умело кстати предложил сделать такой конкурс сегодня это было бы очень круто она всегда плачет еще на заставке фильма властелин колец и всегда поет за рулем она искренне мудрая легкая на подъем совсем недавно она сказала да ее жизнь стала ярче и наполнилась новыми красками женя твоя самая родная самая любимая самая необыкновенная уважаемые гости под ваши аплодисменты невеста наталья в сопровождении папы ивана каземировича встречаем я же говорил они будут все плакать просто надо было как-то разрядить обстановку то вы все рыдаете ну что же вы в хорошие руки отдаете короля королеву отдаете королю это тот случай когда оба пошел у нас все плачут у нас даже диджеи впервые плачут евгений готов ли ты любить наталью всю свою жизнь и быть с ней самым счастливым человеком несмотря ни на что даже если в этом ватер-коптере сейчас сядет батарейка то нет как раз смешно не будет с юмором вышло так прикольно пришлось даже забить на 90 процентов написанного текста утвержденного и просто от души отжечь и шутить просто под ситуацию получилось реально классно молодожен очень довольны нам уже подарили огромный букет цветов целую корзину сказали добрые слова в общем сейчас осталось малое но важное иду в банкетный зал который здесь расположен кстати у меня такая папочка красивая тут про меня написано и впереди у нас целая свадьба ну сделаю все что было очень круто у нас был очень красивый первый танец молодоженов которые вживую спела сестра невесты наше поздравление внимание лучшие игры эмбири пробую внимание все вместе в завершение праздника мы сделали традиционную такую фишку популярна на свадьбах где-то последние уже наверно года четыре а может быть даже пять это такое шоу из бенгальских огней когда все гости встают две колонны и молодоженая проходит через этот строй тоже с бенгальскими огнями получилось очень красиво причем сегодня мы использовали не те огни которые обычно принято использовать такие метровые огромные палки которые горят там несколько минут а обычные маленькие бенгальские огни и они горели так минуты полторы-две стабильно получились очень крутые фотки давайте посмотрим фрагменты вот такая у нас сегодня получилось Красикамерная свадьба, очень классная, прикольная, веселая, с юмором и действительно очень душевная в то же время. Мы поехали с Катюшкой в Тануки, отпраздновали все это, очень сильно устали, а завтра пятница, рабочий день, много встреч интересных наклевывается и рабочих, так что надо скорее домой, скорее спать. Вот таким вот был этот день, 19 сентября 2019 года. Кстати, Катя сегодня была на телевидении, в смысле в записи, сегодня вышел ее эфир про эту дату, телевидение тоже заморочились, что сегодня 19.09.19, что красивая дата, надо на эту тему делать свадебные сюжеты. Вот такая вот история. Ну ладно, до завтра, пока-пока.